В спорткомплексе «Юность» 17 и 18 марта зрители наблюдали за матчами открытого Кубка Сибири по флорболу среди глухих и слабослышащих спортсменов. Семь команд со всей страны из Иркутска, Москвы, Бердска, Горноалтайска, Новосибирска, Кемерово и хозяева площадки Амичи спорили за первый в своем роде трофей. Явным фаворитом еще на групповом этапе стала омская команда «Аляска», которая громила соперников в сухую, а в итоге не потерпела ни одного поражения на турнире. В финале Амичи противостояли клубу «Байкал» из Иркутска, и здесь разница в классе была не столь очевидна. Матч получился напряженным. Индивидуальное мастерство опытных игроков Аляски все же позволило победить Амичам 2-0. Единственная девушка в составе чемпионов, Алена Зинкина, не сомневалась, что первое место будет за Омском. Мне нравится спорт. Для меня нет разницы с мужчинами играть или с женщинами. Большое спасибо нашему тренеру. Он поднимает наш боевой дух. Этой команде отдано 12 лет моей жизни. Ну, естественно, эта жизнь прошла совместно с учащимися, совместно с родителями. Большое спасибо родителям, что они поверили в меня, поверили в своих детей. И итог закономерия. Но плюс к этому, я скажу, что был очень большой труд. Во-первых, мы очень много колесили по России, показывали, что инвалиды тоже что-то могут. И итог закономерен. То есть, давайте не будем скрывать, мы по праву занимаем в России первое место. Иркутский Байкал второй. Бронзовым призером открытого Кубка Сибири стала команда «Бердские коршуны». В принципе, все участники оказались довольны. Это определенный толчок дал к развитию именно флорбола среди глухих. Потому что они между собой все общаются в социальных сетях, через WhatsApp. И идет определенное движение. И на следующий год, я думаю, что количество команд увеличится. И, возможно, этот турнир уже станет таким традиционным, который будем проводить в нашем городе. С 18 по 20 мая игроки Аляски примут участие в международном турнире в Новосибирске, где померятся силами с командами из России и представителями ведущих флорбольных стран – Швеции, Финляндии, Норвегии и Чехии. Желаем ребятам успешного выступления.